В прямом эфире репортера новости. Меня зовут Григорий Блайда. Здравствуйте. На пятой станции Большого Фонтана час назад задержали двух мужчин. Спецоперация развернулась на оживленном перекрестке дороги. Это спровоцировало небольшую пробку. По нашей информации, Toyota Land Cruiser и Lexus принадлежали задержанным. Луганская Заря завершила выступление в Еврокубках, проиграв клубу Манчестер Юнайтед со счетом 0-2. Победу британцам принесли точные удары Генриха Мхитарянов в начале второго тайма и Златана Ибрагимовича за три минуты до финального свистка. Куда жарче, чем на футбольном поле было на подходах к стадиону, колонну болельщиков Манчестера атаковали, предположительно, фаны Луганского клуба. В Сабанском переулке в поклонников Жозе Мауринию и Златана Ибрагимовича летели петарды и бутылки. Примечательно, что участники фанатского марша, болельщики МЮ из Беларуси, Молдовы и других регионов Украины прошли к стадиону практически беспрепятственно. А вот англичанам, которые прилетели поддерживать свой клуб двумя чартерными рейсами, повезло куда меньше. Результат столкновений – порезы головы и лица от осколков бутылок. Так, поздно вечером в еврейскую больницу обратились еще несколько иностранцев, которые пострадали, как говорится, за компанию. К Манчестеру они не имели никакого отношения, но оказались ни в то время, ни в том месте. Количество пострадавших в результате отравления Наполеоном возросло до 44-х. 13 из них – дети. Напомню, все пациенты купили торт в супермаркетах «Обжора». Среди пострадавших есть клиенты магазинов на улицах Торговой 25-й Чапаевской дивизии Королева. У части пациентов подтвержден диагноз сальмонеллез. Все они сейчас находятся в городской инфекционной больнице в состоянии средней тяжести. Открыто уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил в вопросе предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Сегодня утром в больницу выезжала опергруппа для общения с пострадавшими. И мэр отчитался перед горожанами. Ежегодный отчет Одесского городского головы состоялся в здании на Думской площади. Геннадий Труханов, в частности, заявил, что весь год он уделял особое внимание инфраструктурным проектам и вопросам бюджета. В первую очередь, благодаря децентрализации, казна города пополнилась. Уже в следующем выпуске мы подробнее расскажем об отчете городского головы. И новый совместный проект службы занятости и Одесс гор электротранса в популярном ретро-трамвае. Организовали ярмарку вакансий для школьников. В рамках мероприятия для детей провели интерактивные игры и профориентацию. Проект «Трамвай. Билет к успеху» реализовывают впервые, но организаторы планируют сделать его регулярным. «Каждый человек, который сегодня заходит сюда, получит такой импровизированный квиток, где после этого он зайдет туда, расскажет о вакансиях, о новых профессиях. Первый будет пробный такой у нас рейс от Куликового поля до шестой станции с детьми. А во время стоянки все желающие могут подойти и ознакомиться с вакансием. В трамвайчике есть 1300 вакансий, в том числе 200 вакансий для молодежи. Я думаю, что я, наверное, буду или IT, ну, какие-то связанные с IT-технологиями, профессией. Ну, я учусь в седьмом классе, но я пока дополнительными занятиями занимаюсь с таким уклоном. Атмосфера хорошая очень, так, все нравится. Это пока все в 16.30. С новыми новостями вы в прямом эфире. Оставайтесь на репортере. Счастливо!